Путин пытается снять с себя ответственность и все чаще говорит о том, что Россия стремится поскорее прекратить войну, которую сама же развязала против Украины. Об этом говорится в новом отчете Американского института изучения войны. Как указывают аналитики, Путин подчеркивает, что в то же время Россия не будет увеличивать темпы так называемой специальной военной операции, поскольку это приведет к неоправданным потерям. Специалисты напомнили, что армия России не одержала никаких значительных побед в войне против Украины после захвата Лисичанска 3 июля. Путин и чиновники Министерства обороны России неоднократно выступали в последние дни, предлагали расплывчатые оправдания военным неудачам, также вероятно с целью преуменьшить последствия длительной войны. Так добавляют в отчете эксперты института изучения войны. Игорь Лисович, и спокойного, давайте так, несмотря на заявление некоторых украинских СМИ. Давайте начнем с решения Кремля об расширении состава армии Российской Федерации. Давайте начнем с простого. По вашему мнению, зачем Российской Федерации военная реформа, по-другому ее не назовешь, в буквально разгар полномасштабной агрессии против Украины? Необходимо как-то в рамках действующего законодательства, хотя это их особенно не мучает, потому что они отвязались от международного законодательства, создали свое, и вот с этим радуются жизни и своим обстоятельствам. Так вот, на текущий момент в рамках этого они хотят увеличить количество вооруженных сил, они не хотят мобилизацию, назвать мобилизацию, а вводят добавку частичная. И предпринимают все остальное для того, чтобы увеличить в срочном порядке количество своих вооруженных сил, то есть личного состава, который быстро надо заводить на линию боевых действий. Но 150 тысяч где-то завели там плюс-минус на передовой в относительных там тылах, в оборонительных рубежах и все остальное. Но еще готовятся где-то до 150 тысяч на полигонах своих и Белоруссии. Вот такой расклад и, значит, сколько Путин подтвердил, хотя тоже понятно, что это формально, что вооруженным силам поставляется все, что необходимо, и все запросы, которые они имеют, они удовлетворяются. Хотя, понятное дело, что это далеко не так, то есть ни военно-промышленный комплекс, ни экономика, несмотря на то, что она переводится, военно-промышленный комплекс, на 12-часовой рабочий день, включая субботу. А также на трехсменную работу. Но не хватает запчастей, которые добываются контрабандой, которые добываются путем взлома холодильников, стиральных машин, ну и прочей бытовой техники, из которой во имя одного чипа все остальное, так сказать, разламывается и добывается. Но восстановить прежние темпы создания ракет, в частности, и другой техники явно не удается, а потери, вот вы показывали, они значительные. Вот в этих условиях притремаются усилия, те, которые бы должны улучшить их состояние по личному составу. Игорь Александрович, очень хотелось бы услышать ваше мнение по поводу вот этой фразы Путина, когда он войну назвал войной. Напомним, уголовная ответственность предусмотрена в Российской Федерации. И, кстати, питерский депутат подал в Генпрокуратуру уже иск на Путина с заявлением, там, да, разгон, факт о разгоне фейков об армии Российской Федерации. Теперь как? В России можно теперь уже открыто говорить? Не специальная операция, да, война? Ну, кто пытался это делать, уже сидит в тюрьме. Это светлая перспектива, очень, надеюсь, ожидает и остальных нарушителей закона во главе с Владимиром Владимировичем. Вот. Но это на перспективу. А на сейчас нам надо способствовать в этой борьбе всем тем, кто со стороны Российской Федерации будет полезен продвижению Украины к победе. То есть сейчас проводятся многие дискуссии, есть ли хорошие русские. Вот. Я склоняюсь к подходу, что их надо дифференцировать на предмет того, способствует это нашей победе и продвижению к ней или нет. Вот очень, вот такого рода критерий. А с остальной, там, со спортом, культурой, религии, религии, надо сказать, поскольку ведется, значит, представителями бывших КГБшников, ну, ныне ФСБшников, то тут однозначное отношение. И эту пятую колонну у нас с ней надо окончательно предпринимать меры. Во время войны не может быть такое, что происходило, имело место в этой борьбе. Поэтому всех остальных, особенно те, которые еще находятся на территории Российской Федерации, имеют силы и будут бороться во имя вот продвижения к миру, к миру в интересах Украины, потому что Украина есть могильщик режима путинского. И это очень важно в этой дифференциации, о которой я говорю. С остальным разберемся чуть позже. Необходимо будет время, чтобы там, может быть, что-то подоставать из ценностей, культуры, мировой демократии и всего остального. Сейчас нам не до этого. Нам надо устоять, нам надо победить. Субтитры создавал DimaTorzok